Тоже алкоголик, настоящий бомж. Раньше его знала вся область, где он живет. Обладает удивительным талантом сочинять проникновенные стихи на ходу. Остановитесь, послушайте внимательно, какой смысл он вкладывает в каждое слово. Он встретил товарища, с которым жил в одно время в городе, где он вырос. И просто так на ходу говорит, а ты до сих пор сочиняешь стихи? Тот говорит, бомж, да, давайте что-то расскажу. Ну, сейчас я камеру включу. Слушай, расскажи что-нибудь мне. Это, ну, я тебе расскажу, но только надо будет полшеканчиком мне. Ну, все уже налито. Все налито же. Друзья, заранее прощу прощения. Быть может, и не время это вспоминать. А я вспомнил. Вспомнил все мгновенно. Деревню нашу, дом отца и мать. Отец и мать мне часто говорили, сыночек милый, к Богу обратись. Ежедневно обо мне молились. Но я любил совсем другую жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений мне ослепили сердце и глаза. И ослепленный с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы для меня страшнее яда были, а Бога я и слушать не хотел. Летели дни, я жил в грязи и пыли. И думал я, что это мой удел. Мне не забыть, наверное, навеки. Тот страшный день отец мой умирал. Из материнских глаз слез вытекали реки. А я с насмешкой наглой вопрошал. Ну где ж твой Бог? Ну что ж он не спасает? Он исцелитель. Что ж ты не встаешь? Без Бога люди так же умирают. И ты, отец, как все, с земли внеешь. Он улыбнулся и сказал сердечно. Я жив еще, а ты, сынок, мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно. Искоре воскресит тебя, творец. Отца похоронили, мать молилась. В стране молилась о душе моей. В потоке слез, что за меня пролились, я буду помнить до кончины дней. Ну а тогда я думал по-другому. Была противней мать не скажем днем. И вот однажды я ушел из дома. В глубокой ночи, словно вор наедине. Тогда кричал я. Вот она, свобода. Теперь я в воле, в мыслях и делах. Не знал тогда я то, что жизнь болота. Супил на кочку, а увес в грехах. И жизнь меня, как щепку, закружила. В водовороте, суеты и зла. Сначала хорошо кружиться было. Но вскоре закружилась голова. И вскоре стал ужасно страшной мукой. Мне каждый круг и каждый оборот. Я волю напрягал. Ум, да боли руки. Но жизнь, водоворот, водоворот. Друзья, какое лживое, обманчивое слово. В водовороте есть и этот круг чудес. Но если жизнь моя могла начаться снова, со мной был единственный и самый лучший друг. Круг развлечений с золота одетый. Меня своим сиянием ослепил. Я был слепцом. Не видел рядом света. И страшно в мраке по течению плыв. Виной источник зла. И тысячи лишений. Приятный круг. Он многих загубил. Но есть источник жизни и спасения. Не пил я из него. А из бутылки пил. И кто же мог меня спасти от смерти? От тех кругов, летущих так на дно. Нечеловечный, нечеловечный. Поверьте. Ответьте, кто же. Ну, ответьте. Метался я, не находя ответа. И вот однажды, летом, в сильный дождь, на улице я друга детства встретил. Увидев земляка, почувствовал я дрожь. Представ передо мной милый образ. Глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце. Задрожал мой голод. А вырвались бездушные слова. Ну, как там, мать? Меня хоть вспоминает. Наверное, давно успоклевал. Хотел заехать все. Да времени не хватает. Сам понимаешь, то работа, то дела. Дела, работа. Помолчал бы лучше. Твои дела нетрудно угадать. Я расскажу, но только сердцу слушай. Про то, как поживу о тебе, мать. Вы не опаздываете на поезд? Нет, продолжаем. Продолжаем. Я задержу вас, потом меня убьете. Нет, нормально. Дела, работа. Помолчал бы лучше. Свои дела нетрудно угадать. Я расскажу, но только сердцу слушай. Про то, как позабыла тебя мать. Когда ушел ты, мать твоя от горя вся посидела. Ведь тобой жила. И каждый день с незгодой лютой споря. Шла на распутье и тебя ждала. И руки простирая по их богу. Моляй свое имя пролитой крови. Она стояла влитая в дорогу. Столбом надежды, веры и любви. Ну, а когда стоять было уже не в силах. Когда она совсем по стеске была. Кровать в окну подвину попросила. Смотрела на дорогу и ждала. Его слова стремительным порывом. С души сорвали равнодушие. Я задрожал и прошептал пугливо. Скажи, что с ней. Она жива сейчас. Сейчас не знаю. Уезжал, дышала. В бреду я слышал страшные слова. Ах ты, пацанок. Пришел, я знала. А ты работа. Говоришь дела. Я побежал, подстегнутый, как плетью. Одним желанием. Жгущим, как огнем. Увидеть мать. Не опоздать. Успеть бы упасть перед ней. Раскаяться во всем. Воксалый поезд. Не опоздаешь. Нет, нет, давай, давай. Сколько еще четверостиши-то? Долго еще? Еще половину. Представься, представься. Представься, пожалуйста. Александр? Александр. Ага, отлично. Кличин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok